Девочка-пай Я так пришел, и тут люди с прапорами Спокойно! Спокойно! Здравствуйте, это опять я! Батькиншина, это правда? Да! Как вы говорите, что он не сдается в Батькиншиной? Это Батькиншина, она ее! Девочка-пай Это мы подошли к бывшему кинотеатру Комсомольцу. Построен, как написано, в 52-м году. Еще недавно Мишенька фотографировал это из-за забора. Позавчера этот забор убрали. Это мы подошли к скверу пионеров. Доброе утро, здоровья. Как вам этот парк и как вам это Запорожье сегодня? Лучше, конечно, но так как предлагали, Коля говорил, что за мою конденцию будут европейские тротуары и дороги, что-то его программа не выполнилась. А парк сделали. Ну как, делали алкаши парк и бездомного. Посмотрите, как поселено. Литка. Как будто, извините за выражение, бык. Я понял. Могли бы лучше за такие деньги? Конечно. Качество главное. А что, взяли, тендер выиграли. Кто угодно наляпал. Ну посмотрите, как ее настелили. Она через два года все поправляется. На песок, даже не трамбовали, на песок вложили просто-напросто. Хотя на горцовку должны вложить. Это критическое замечание. Ну, хоть чуть-чуть хорошего. Ну, а так хорошо вообще-то. Мало всего, это что-то, просто что сделали, красиво, все, качественно. Ну, и качества-то нет, говорю, а так красиво, все нормально. Для города хорошо. Вы приходили сюда болеть за футболист, за Металлург? Нет, я футболом. Пожелайте запорожцам, которые увидят это видео и которые не увидят. Ну, чтобы город нас рос, чтобы красиво было в городе, чтобы мэры нас не забывали, народ. А так молодцы, транспорт получается. Транспортом лучше намного. Это торговые ряды на базарной площади Старого Александровска. Остатки лавки номер 12 нижнего торгового ряда Старого Александровска. Вот такие у нас раскопки. Пиво, мед, портер. Что сказать, когда-нибудь будут раскопывать и теперешнее Запорожье. Вот такой вывод мой. Раскопали то. Прошло 100 лет. 120. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ребята, налетели как избиратели. Вот это. Главное, что они сыты, довольны и теперь могут продолжать жить. Вот так ходишь, ходишь по городу, а потом объявление красиво написали. И теперь-то я узнал, что это, это и есть библиотека. Никогда не знал. До 67-то лет. Вот так раньше кирпичи передавали, а сейчас цепочка выстроилась и в библиотеку приносят книги. Одни знания будут сменяться другими знаниями, и в конечном итоге мы все забудем. Это я добрался до базара на Малом рынке. Вот такой дом, такой павильон был, верно, еще до войны. На Малом рынке находится вот эта церковь. Сейчас подойдем поближе. Старую церковь разобрали. Я всегда подхожу неожиданно. Так, скажите два слова Запорожьем. Откуда такой загар? А, с хортицей. Это точно? Ты знал, это не считается. Но зрители-то не могут... Нет, вас хвалят. Хвалят, хвалят, еще раз хвалят. Все по-место? Да. Нет, за то, что человек только сделал, сделал. Почему вы без гитары? А я же на занятия. А, ну украинские мовы. Не-не-не-не-не-не-не-не. Немецкий? Ликбез компьютерный. Так, вы уйдете очень далеко. Ой, не-не-не-не-не-не. Так, вы были вчера-позавчера? А? Вчера-позавчера были на Днепре? Не-не-не, вчера я был в интернате. Это, да, у вас было выступление. Да-да. Ну я не говорю, пожелайте Запорожцам. А? Пожелайте Запорожцам. А что? Чтоб все было добре. Дякую. Я вчера спевал, хай живет счастлива, родная Украина, хай згинуть навеки і векляті враги. Я вчера спевал, хай живет счастлива, 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 хай живет счастлива. Продолжение следует...